Искусство создания гравюры представили в Дальневосточном художественном музее. Мастер-класс по технике «Сухая игла» провел художник из Санкт-Петербурга Андрей Бодров. Он наглядно показал, как свои картины создавали Рембрандт, Дюррер и другие гении эпохи Возрождения. Наталья Смоленинова с подробностями. В зале Дальневосточного художественного музея студенты Хабаровского худграфа. Мастер-класс им дает художник из Санкт-Петербурга Андрей Бодров. На их глазах с помощью техники «Сухая игла» создает гравюру. Так работали еще в эпоху Возрождения. На металлической пластине вырезали изображение и получался афорт. А затем с помощью чернил и станка с прессом переносили рисунок на бумагу. Сегодня техникой «Сухой иглы» в совершенстве владеют немногие. Это требует специального оборудования и редкого терпения. Андрей Бодров посвятил изучению техники 20 лет. Из самых известных специалистов по «Сухой игле» это был Рембрандт. Его никто, я думаю, сейчас бы превзойти не смог. Просто печатная графика, она больше была популярна в советское время. Сейчас, по крайней мере, в Санкт-Петербурге от графического комбината ничего не осталось. Станков не так много для печати. Ну и печатные техники сейчас иногда кажутся чем-то экзотическим. Хотя в былые годы это была, ну, это та вещь, которая могла висеть у каждого в доме. Так как процесс создания гравюры – абсолютно ручная работа, каждый отпечаток получается уникальным. Со своей резкостью линий или наоборот, мягким рисунком. Андрей Бодров в этой технике создает и портреты, и натюрморты. Но больше всего – загородные пейзажи, которые зачастую пишет прямо на своей даче. Одно из самых любимых моих мест – это под Санкт-Петербургом. Ну, Северскую любил не только я. В былые годы там поработал Шишкин, там была дача у Крамского, была дача у Никушина. Работал Рылов. Так что я в этом плане совсем не одинок. Помимо техники сухой иглы, Андрей Бодров в мастерске владеет пастелью, акварелью и тушью. Но даже написанные краской картины у художника выходят очень графичными. Весь свой диапазон мастер представил на выставке в художественном музее. Эта выставка нам дала возможность поговорить с нашими посетителями, показать им все возможности графических техник, что редко удается на примере одного художника. И мы видим, как меняется манера художника в зависимости от того инструмента, который он выбрал. Мастер-класс для хабаровских студентов был единственным. Но у желающих познакомиться с творчеством Андрея Бодрова еще будет такой шанс. Серию своих картин в технике сухой иглы он подарил Дальневосточному художественному музею. Наталья Смоленинова, Павел Легалин, телеканал «Губерния». Соответственно, тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова